Дорогие друзья, всем привет! Сегодня будем делать подставки для моей подруги, ну точнее я буду делать, в силиконовых формах, которые я сделала заранее. Вот наши силиконовые формы, я их закрыла пакетами, чтобы не попала пыль и всякая грязь. Вот так вот они выглядят. Заливать я их буду в технике, наверное, Resin Art, пока прикрою, чтобы ничего не летело. В технике Resin Art, но в качестве красителя я буду использовать спиртовые чернила. Можно также использовать литражные краски, пигменты для эпоксидной смолы, любые красители, которые можно использовать с эпоксидной смолой. Я уже размешала эпоксидную смолу по инструкции. Количество я опять-таки не знаю, то есть буду делать на глаз, все как обычно. По количеству у меня получилось 120 грамм где-то в среднем. Нам понадобится несколько пластиковых стаканчиков маленьких, спиртовые чернила, перчатки, тряпочка и деревянные палочки для перемешивания. Давайте поделим смолу и замешаем необходимые цвета. Наливать я буду понемногу. Соответственно, самые темные цвета и самые светлые, то есть черный и белый, их мы замешаем в количестве поменьше. Теперь мы все перемешиваем. Поскольку все-таки черная чернила не слишком насыщенная, вот видите, прозрачная, я хочу добавить немножко черного пигмента. Смолу я буду использовать Artline Crystal Epoxy. Ссылочку я оставлю под видео. Пигмент также от фирмы Artline. Буквально пару капелек и домешиваем. Смотрите, сразу появляется насыщенность черного цвета. И мешаем белый. В белый я также добавлю пигмент. Открываем наши пакетики и потихонечку вбиваем в них смолу. В таком виде мы подставочки оставляем до полого высыхания. Смотрите поближе, как все это выглядит. Как настоящие камни срезы. Очень здорово. Только нужно убрать пузырьки. И все. Оставляем на сутки. Прошли наши сутки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Слушайте, интересные подставочки вышли. Слушай, как интересно. Как вы видите, от силиконовой формы прекрасно все отходит. Просто замечательно. Вот такие подставочки. Они получились тонковатые, поэтому я туда залью немножко слой. Я так думаю. А может быть и нет. Мне очень нравится край. Как я и планировала. Такой кривоватенький и шершавый. То есть я специально на мастер-моделях делала такие дырочки, чтобы силикон это запомнил. И получился такой эффект. И вот. И вот такая. Обратные стороны мне тоже очень нравится. Смотрится оригинально. Друзья, если мой мастер-класс был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И рекомендуйте к просмотру своим друзьям данное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok